ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать всем на третий вечер Наше обсуждение семинара, посвященном теме Мужчина и женщина в духовной культуре Вчера мы обсуждали тему, равны ли мужчина и женщина И мы подвели итог к тому, что есть равенство на уровне души, но равенства на уровне тела нет Дела мужчин и женщин абсолютно разные, так как они должны играть абсолютно разные роли И мы говорили о правилах движения, созданных Кришной Насколько они разумны, основаны У них есть хорошие причины для существования Потому что их целью является приносить гармонию и стабильность в этом мире И чем сильнее, чем больше мы сможем применить и привнести в нашу жизнь, тем больше гармонии и стабильности будет в нашей жизни И также мы говорили о том, что это непонимание равенства и малоравенства является причиной очень многих и влечет в собой очень много недоразумений и проблем Это почти как в математике, если мы думаем, что 1 плюс 1 равен 5, то все наши дальнейшие вычисления будут неправильны Вне зависимости от того, на каком бы уровне мы не владели математикой Но, потому что это зависит на плохой основе, то все будет неправильны Да, и это действительно то, что мы испытываем в отношении нашей социальной ситуации сегодня И это то, что мы можем наблюдать в положении социальной сегодня Да, и вся общество очень разрушена и вовсе, в самом деле То есть на глобальном уровне все общество, оно очень находится в большом беспокойстве и перевернуто с головами Но все проблемы ведут к этой главной коренной причине Да, это непонимание равенства Это непонимание равенства И об этом говорит Шла Павпада в этом замечательном интервью, которое мы вчера читали Параян Да, и репортер сказал, что все наши социальные угрессы будут решены, да? Вы знаете, она была немного саркастливой И репортерша несколько сарказмом спрашивала, что и что, тогда все наши проблемы будут решены? И Шла Павпада отвечает, да? Они просто не знают Да, да, да И это было очень четко и ясно То есть там все было очень четко и ясно И сегодняшний вечер мы хотим начать второе занятие Мы не сможем полностью закончить его полностью, но не важно Мы можем просто обновить вновь и продолжить завтра Возможно, мы его сегодня полностью не пройдем, но у нас будет время все обдумать и завтра вернуться к нему Тех, кого не было вчера или позавчера, вы получили материалы, эти буклеты И если вы пришли только на сегодня, только сегодня будете посетить занятие, то возможно вы не получите Незавтра на сегодняшний вечер Друзья, кто не получил книгу Вы пришли вновь и завтра Вы еще придете завтра. Хорошо, поэтому давайте им иметь буклет. Это единственное преимущество, когда вы делаете такие красивые буклеты, что иногда вы делаете их. Это один из недостаток, чтобы такие красивые буклеты, чтобы выглядеть только один раз в пути. У всех есть. У всех есть. У всех есть. У всех есть материалы? У всех есть материалы. Хорошо, пожалуйста, обратите внимание на второе занятие. Вы еще придете на семинар? Или только сегодня? Потому что этот буклет предназначен для тех, кто будет присутствовать на всех занятиях. Мы сделали очень структурированные занятия и отпечатали хорошие буклеты, но это для тех, кто будет посещать все занятия. Хорошо. Вступление к второму занятию – это означение термины «иерархия». Что на самом деле означает слово «иерархия»? Садачески мы соберем все у вас просто как остаточных thoughts и чувствительности. Когда мы слышим, что мы слышим, что мы слышим. «иерархия». и ощущения, когда мы слышим слово «херархия». Обычно мы это делаем, но мы не имеем в виду, но мы не можем сделать это. Нет проблем. Что приходит к вашему мнению? Структур. Структур. И что еще? Что происходит? Connection. Connection. Okay? Consequence. Конsequence. Result? Конsequence? Following? Когда один follows another. Кто это лидер? Вкойна, 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 вкойна. Война, война, война. Криснабилам, не могу найти правильный вопрос. Война. 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 Война, война, не отдая. Война. Война. Установление старшинства. Когда мы можем увидеть сеньоризм. Сеньор, джуньор. Снежная и джуньор. Что? Существующие, консультация. Существующие, консультация. Понятие. 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 Да, да, да. Что еще? Да, да. Что еще? Как неожиданно. Что еще? Теперь определенный прогресс, какая уродная, спроситьet. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Где у персонажи? Что еще, гармония? Что еще? Как еще? Ощười. Что еще обеспечите? Но это все положительные качества, но также есть очень негативные качества. И что за негативные? Насилие нас младшими. Виоланс, область, эксплуатация, область силой. Поехали в상을. И, я derecho к искрению техническости и efficientwaсти. Что вы отмечаете постоянно? что там есть много хороших вещей, но также много плохих вещей. Это довольно экстременно. Очень экстременно. Зло, потребление силой и насилием, а с другой стороны защитой и гармонией. Давайте мы поглубже разберем, откуда это исходит. Интересно, что изначально понимает, что основное значение «хирургия» происходит из греческого языка, где оно означает «божественный порядок». То есть на самом деле это порядок Кришны, который Он дал нам ради защиты. Такое предназначение этого Божественного порядка. То, что те, кто выше, защищают те, кто ниже. И, конечно же, на самом верху кто находится? Кришна, да. И все, кто находится ниже Его, видят себя как Его слуг. И защищают тех, кто находится ниже их. Таким образом, Брахманы должны защищать Кшатры, Кшатры и Вайш, а Вайши защищают Шудры. А мужчины должны защищать женщины. И поэтому в системе Кришны положение выше или ниже обозначает просто то, что Вы будете защищать или принимать защиту от кого-то другого. Да, оно просто обозначает это нисхождение защиты, как оно нисходит. То есть защита снизходит, подобно тому как стекает вода. Поэтому в системе Кришна выше или ниже не означает лучше или хуже, или что это веселее или смешнее. Оно обладает абсолютно другим значением. Оно просто определяет, кто кого защищает. Так что это почему мы называем женщину кормом низким. Это почему мы называем женщину кормом низким. Поэтому мы считаем рождением в женском теле более низким. В июле женщины кормом низким. В июле женщины. Рождение. И тракт. В июле женщины. Нет? В июле женщины. Доброе утро! Да, поэтому это почему женщина должна быть низкой, потому что она должна быть защитной. Да, это не означает, что женщины не важны или не важны. Нет, нет, нет. Это не означает, что женщины менее ценные или менее важные. Это означает, что она настолько ценна, подобна драгоценному камню, что ее нужно оберегать. Но ее можно защищать лишь в том случае, когда она находится ниже мужчины. Да, мы будем это обсуждать. Завтра или послезавтра мы будем это обсуждать. Да. Но что происходит, когда с вершины этой иерархии забирают Кришну? Что происходит? Пожалуйста, поднимайте. Пожалуйста, поднимайте. А иначе будет хаос. Эксплоатацию. Exactly. That's when we get a system for exploitation. A system for abuse and violence. Систему, где каждый использует силу для себя и применяет насилие в отношении других. Да, потому что если Кришна избавляет от уровня, то значит, что люди не осознают Бога. И они не видят себя как служб Господа. Не обладают сознанием Бога и не видят себя как служб Господа. И в этом случае каждый пытается занять место Кришны. И они соревнуются между собой в этом. Идут по головам, чтобы достичь вершины. И вот тогда вся система предназначенная для защиты превращается в систему эксплуатации. И именно так система Варнашрама превращается в кастовую систему. Да, когда брахманы эксплуатировали кшатрия, они эксплуатировали ваиши и они эксплуатировали судрые. Когда брахманы эксплуатируют кшатрия в кшатрии ваиши, а ваиши и шувы. А мужчины эксплуатируют женщины. И вот в этой системе положение выше или ниже обладает огромной разницей и значением. Каждый хочет быть повыше, и никто не хочет опускаться ниже. Положение повыше означает, что человек получает больше признания. И положение ниже означает жалкое существование, то есть абсолютно неприемлемо. И вот в этой вот системе положение выше или ниже обладает абсолютно другим значением, в отличие от системы, созданной Кришной. Но у нас настолько обусловлено мирское видение вещей. Когда мы слышим, что женщина в женском теле сразу начинает протестовать, что, как, это не так. Потому что мы считаем, что ниже означает хуже. Но это лишь мирское обусловливание. И по той же самой причине никто не хочет считаться шудрой. Когда вы скажете к дебюде, что у вас есть судра-насия, люди будут обусловлены. Каждый хочет быть браманом. Да, да? Да, да. Да, да. Да, да, да. Но это просто мирское взгляд на вещи. Да, потому что судра-насия обладает очень хорошими качествами, которых даже нет у нас. Да, поэтому мы говорим, что в Кали-югах все находятся на уровне ниже уровня шудрой. Мы даже не имеем качества шудрой. Потому что шудры-это очень верный преданный слуга. И у них очень много хороших качеств, о которых мы не будем обсуждать сейчас. Просто интересно заметить, обратить внимание на силу и глубину этого мирского обусловленного мира. Иногда я пишу статью для сайта Дандаватс. Кто-нибудь знает этот сайт? Да, некоторые из вас, может быть, которые говорят английский. И однажды я написала статью о том, что было посвящено и я пыталась объяснить это. Но это было так сложно для людей понимать. по объяснению того, что рождение в женском теле, оно ниже. Но это было так сложно донести. Под этой статьей написали 50 комментариев. И из этих комментариев я ясно увидела, что люди просто не понимают. Да, они не понимают, что в хайле и в хайле в Кришнах системе обладают совсем другим значением. Кришнах системы вообще не менее хорошего и плохого. на самом деле система Кришна, она запредельна добру и злу. Это просто система, созданная для защиты. И все. Но в любом случае, это делает нам понимать, почему люди иногда испытывают такие противоположные ощущения от термина иерархия. иерархия для материалиста. Иерархия для материалиста – это очень тяжелый термин. Многие люди видят много негатива, много негативных людей. В самом термине многие люди уже, сам по себе, видят очень много негатива. Как власть, например. Для некоторых людей это негативно воспринимается. Очень много зависит от настроения людей, их опыта и сознания. Так или иначе, какое решение для всей этой ситуации с эксплуатацией и таким неправомерным способом? Какое решение? Какое решение? А кто-то? Какая решение для Кришна? Какая связь между системой Кришны и эксплуатации? Да, вернуть Кришну на вершину иерархии. Да, вернуть Кришну на вершину иерархии. Решением этого вопроса не является независимость и равенство. Видите, вот здесь очень много людей ошибаются. Да, люди считают, что решение того, что мужчины использовали женщины, брахманы, кшатриев и больших шутр, это равенство. Да, но это не так. Решением является вернуть Кришну на вершину иерархии. Потому что иерархия всегда будет существовать, так как это система Кришны. Интересно, что таким вот образом появился коммунизм. Да, потому что интеллектуальный класс эксплуатировал другие классы и по этому решению нашли решение, что теперь все будут равны. И на то, чтобы понять, что это не работает, у нас ушло 50 лет. Так как эта система противоречит системе Кришны. И то же самое касается вот этим направлениям, которые хотят освободить женщин и чтобы они были равны. Люди также считали, что это выход из той системы, где мужчины эксплуатируют женщин. Да, но это не так. Потому что женщина предназначена для того, чтобы она находилась под защитой мужчины. Мужчина должна ее защищать, она должна как бы ниже лютиру. И мы можем видеть, что вся эта тема эмансипации и равенства женщин, она не имеет более 50 лет. И мы можем видеть, что эта вся система дала женщинам и результатов никаких. Лишь больше проблем. Больше страданий. Мы об этом говорили, что женщины больше не находятся под защитой. И поэтому их легче использовать для чувственного наслаждения. И зачастую им приходится применять две роли одновременно и заботиться о детях и зарабатывать. Да. В Америке есть такая статистика, что более 60% женщин, старше 40, живут одними. И они не очень счастливы. Потому что это неправильная жизнь для женщины, когда она одна. Но это результат всех этих движений по освобождению и эмансипации женщин. Любой человек, у которого есть разум, видит, что все эти попытки освободить женщину, то есть результатом этого является только ухудшение. Да, да. 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 На самом деле, эта женщина-либерация вещей уже старой «звездочкой», как говорили в английском. Это старая «звездочкой». 50 лет назад это началось. То есть можно увидеть, что за эти 50 лет это не работает, это как будет... Это старая «звездочкой». Это старая «звездочкой». Да. Да. Да, старая «звездочкой». Давайте начнем какое-то движение против этого имени. Другое движение. И следующим движением, которое пойдет против этого движения, будет движение, которое будет освобождать женщин от освободителей женщин. То есть это будет движение, которое освободит женщин от освобождения, от амансипации и вернет им их естественным женским качествам. Но это также означает, что у мужчин очень большая ответственность и они должны быть лидерами в семье и также быть в сознании Кришны. И это также один из аспектов, когда мы возвращаем Кришну на вершинные иерархии, что мужчины будут осознающими Кришну лидерами в семье и в обществе в целом. И в следующей теме мы обсудим, как мы, женщины, можем просто невероятным образом поспособствовать мужчинам быть сознающими Кришну. Как мы уже говорили вчера, женская энергия очень сильна. У женщины есть могущество вдохновлять лучшее в мужчине. Материально и духовно. Или она может полностью на корню зарубить и полностью разрушить его жизнь. И это одна из особенностей находки в женском теле. Поэтому мы называем женское тело сравним с спортивной машиной. Итак, давайте посмотрим, если есть какие-то темы, связанные только с темой иерархии. В духовном мире абсолютно так же есть иерархия. В духовном мире абсолютно так же есть иерархия. Не столько ради защиты. Но чтобы подношение Господа удовлетворило его наилучшим образом для его подготовки необходимой иерархии. И там каждый хочет помочь слуги, слуги, слуги. Там иерархия предназначена для того, чтобы служить и преподнести Господу наиболее лучшее подношение. Очень хорошая организация. Там присутствует очень хорошая организация. Там нет хаоса. Там нет хаоса. Там нет сепаратизма. И это не то, что каждый там действует так, как считается правильным. У каждого есть небольшие задания, такие как собрать хворост или принести воды, собрать каких-то трав, и все они сложатся в прекрасных отношениях. И да, там есть иерархия, однозначно. Но опять же, эта иерархия абсолютно не так, что Кришна различает, что те более важные личности служат лучше. Нет, Кришна is simply pleased with each and every living entity there. То есть те, кто служит выше в иерархии, служат ему лучше. Нет, Кришна наслаждается служением всех. И также, every living entity is perfectly satisfied with whatever they may be doing. И каждое живое существо также наслаждается всей своей деятельностью. И опять же, там нет хорошо, плохо, веселее или не так весело. Поэтому, если мы хотим также быть там, то мы должны научиться служить без слугой службы. И еще какие-то вопросы о иерархии? Хорошо, давайте перейдем к главной теме второго занятия. И этот вопрос заключается в том, кто лидирует, мужчина или женщина? Кто-то говорит, мужчина, еще какие-то мнения? Кришна? Considering the fact that behind every great personality there is a great mother, a great woman, a soul and a mate. Да, 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 вы абсолютно верны. Итак, conclusión, что ambos лидируют в своих собственных способах. Да, да, да. Итак, давайте побольше об этом поговорим. Итак, прежде всего, давайте помним, что на трансцендентной платформе Кришна — единственный мужчина, верховный наслаждающийся и контролирующий. Да, он является Пурушей, единственным мужчиной. И в каком-то смысле все живые существа имеют женскую природу, так они предназначены, чтобы ими наслаждались. Они являются пракрити. И, как мы знаем, энергия наслаждения Господа проявляется как Шри Матери Радхарани. Владими Шакти. Она является воплощением наслаждения. Она обладает самим совершенным знанием о том, как удовлетворить Господа различными способами. И ради насаждения Господа она готова пожертвовать всем. И, как мы знаем, она на самом деле контролирует Кришну. Через Своё безусловное и без причинное преданное, она предана Ему. Через Своё предание, через Своё предание. Итак, Радхуани контролирует Верховного контролирующего. И такова сила бескорыстной любви. Мы можем контролировать в двумя способами. Либо через страх, либо через любовь. И, конечно же, сила контроля через любовь гораздо сильнее контроля через страх. И она не контролирует Кришну, говоря Ему, что делать и что не делать. Но через Своё смиренное служение. И тот же самый принцип, но в извращенной форме, искаженной форме происходит здесь, в материальном мире между мужчинами и женщинами. Это не то же самое, это лишь извращенное отражение. Мужчины предназначены для того, чтобы лидировать, чтобы вести за собой, чтобы доминировать. Да. И мы, женщины, предназначены быть энергией для мужчины. А мы предназначены для того, чтобы быть вдохновением и источником, благоприятным источником энергии для мужчины. И в Бхагатам есть стих посвященный, в котором говорится, что подобно тому, как женщина с помощью своего служения берет мужчину под контроль. Точно так же преданный через Своё служение начинает контролировать Кришну. Потому что этот принцип существует не только между Кришной и Шматрадхарани, он также существует между Кришной и Его преданными. То, что бескорыстное служение Кришны, оно завоевывает Его сердце. И Он позволяет Чистому преданному контролировать себя. И это увеличивает Его наслаждение на самом деле. Для Кришны недостаточно довольно скучно быть просто контролирующим, высшим контролирующим. И все перед Ним готовы преподносят Ему свои поклоны. Он получает гораздо больше наслаждения, когда Его преданный контролирует Его. Таким же образом женщины, особенно жена, но и женщины в целом, когда они служат своему мужу, они завоевывают Его сердце. Она как бы привязывает Его к себе. То есть, чем больше женщина искусна в том, чтобы позволить себе быть источником животворящей энергии для мужчины, тем больше она контролирует Его косвенным образом. Здесь, в ваших материалах, есть цитата из Шиман Павла, там 4.21.4, одно предложение. Шла Павла говорит, что когда женщины находятся под защитой, они становятся для мужчин источником животворящей энергии. То есть, важно, что женщина становится источником животворящей энергии только после того, как находится под защитой. Если она не защитой, то очень быстро она становится источником беспокойства, проблем. Тогда масло и огонь сходятся слишком близко и масло тает. Но, в любом случае, здесь мы находим этот термин, что мы женщины должны быть источником животворящей энергии для мужчины. В комментариях к Шиман Павла говорит, что на самом деле женщина является энергией мужчины. История свидетельствует, что за каждым великим мужчиной стояла либо мать, либо женат. История свидетельствует, что Павлопад говорит, что она стояла за мужчиной. Правда? Он не говорил, что рядом. Он не говорил, что рядом. Или Шил-Крапада не комментирует, что в двух шагах перед каждым мужчиной в великим положением. Но он говорит, что за. Но он говорит, что за. И для этого есть причина. Это не какое-то совпадение. Да. Она должна находиться позади мужчины, чтобы давать ему свою энергию. Или она должна быть ниже его, чтобы быть его энергией. В другом комментариях Шил-Крапада говорит, что для мужчин вполне естественно желание быть героем в глазах женщины. Да. Поэтому мы, женщины, должны обращаться с мужчинами как с героями. Даже если он не герой. Ну так или иначе пускай он побудет героем. Ну так или иначе пускай он побудет героем. Поэтому в общих чертах это означает, что мы даем ему свою энергию для того, чтобы он был героем. В одном из семинаров один предный привел пример с ракетой. Мужчина подобен ракете, но женщина подобна тому пламени, которая поднимает ракету вверх без нее, то есть ракета остается на земле. То есть это замечательная аналогия, можно помнить. Теперь в 5.129 Прабхупада идет в целом, чтобы объяснить вещи в очень деталях. И в 5.129 Прабхупада пытается все очень в деталях разъяснить. Давайте вместе прочтем. Он души не чаял своей жене Бахишмати, а она отвечала ему взаимностью. И с каждым днем их любовь усиливалась. Женственность царицы, ее походка, манера одеваться и каждый взгляд или улыбка придавали Махараджи в переобраде сил. И, казалось, полностью очаровывали его, заставляя забыть обо всем. И хотя Махараджа переобратов был воистину великой душой, рядом с Бахишмати он словно становился обыкновенным человеком. Комментарий. Чтобы успешно справляться с такими нелегкими обязанностями, мужчине нужна поддержка жены. В обществе Варна Шрамадхармы, Браманы и Саньяси не нуждаются в помощи представительницы прекрасного пола. Да. Итак, это уже первое интересное заявление Прабхупада делает. Он говорит, что Браманы и Саньяси не нуждаются в помощи прекрасного пола. И, когда мы говорим здесь о Браманах, мы не имеем в виду тех, кто просто носит Браманский шнур, мы говорим о тех, у кого присутствует эти качества. Да. Они не нуждаются в этой женской энергии. Но все остальные мужчины нуждаются. Но все остальные мужчины нуждаются. Да. Итак, для мужчины, чтобы женится или не женится, это не вопрос в том, сможет ли он соблюдать целебат или нет. Да. Это очень важно понимать. Вот это один из аспектов, который мы недостаточно глубоко понимаем. Да. Это вопрос тонкой энергии. Да. Только Браманахи мужчины не нуждаются в женской энергии для того, чтобы быть активными, успешными и мотивированными. Но все остальные мужчины нуждаются в этом. Да. Поэтому зачастую, когда у мужчины нет вот этой вот поддержки от женской энергии, очень часто он не мотивирован в своей жизни. И он продолжает действовать, но действует как бы через силу нехотя, и он не развивается, он полностью не раскрывает свой потенциал. Да. Как духовно, так материально. И есть также статистика, которая подтверждает, что большая часть преступников или наркоторговцев, они не женаты. Да. Таким образом, женская энергия, она направляет мужскую энергию в очень конструктивном и возвышенном направлении. И очень часто, что если у мужчины нет вот этой вот женской энергии в жизни, то его энергия идет по такому деструктивному пути, пути злоупотребления, насилия и прочего. Да. И поэтому не только женщины нуждаются в защите мужчины, так же и мужчины нуждаются в защите женщин. Да. Это также встроено в тело мужчины, только для того, чтобы убедиться в том, что женщины будут защищены. Да. А иначе зачем мужчине сваливать на себя время от защиты, заботы о женщине? Да. Но нет, женская энергия вдохновляет его и помогает ему стать лучше. Да. И таким образом мужская и женская энергия, они полностью как бы пребывают в гармонии, защищаются. Да. Кришна все создал совершенным образом. Он вложил разные качества в мужскую и женскую природу для того, чтобы они сочетались, абсолютно сочетались, дополняли природу. Да. Это очень важно понимать этот аспект. Да. И я боюсь сказать, что это одна причина, по которой многие саньясинцы могли удержаться на этом положении. Да. Да. Потому что некоторые из них не были столь романтичны. И на самом деле нуждались этой женской энергии. Да. Так что это не всегда просто грустная вещь, что заниматься в секс-лифе или что-то. Да. Да. Но здесь гораздо тоньше. Да. 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 Давайте продолжим. однако кшатриям и грехаскам поддержка жены необходима. Без такой поддержки они просто не смогут как следует выполнять свои обязанности. Особенно кшатрия-менталития. Менеджеры и кшатрия-тайные люди, они вообще нужны жизнь, они нужны эту женскую энергию. Особенно кшатрии, те личности, которые должны управлять и руководить, им нужна поддержка жены. Сам Швей Читани Махапрабху признал, что у грехаски должна быть жена. Кшатриям даже разрешалось иметь много жены. Кшатриям, indeed, кшатрия-тайные люди, были позволены иметь много мужей. Нет, hang on. Есть два раза кшатрия-тайные и грехаски, в том числе в английском. Кшатрия-тайные и грехаски, они не нужны. Они нужны для их жены, чтобы выполнить их жены. Возможно, грехаски, кшатрия-тайные, не может выполнить его, без его жены. И потом, как Швей Читани Махапрабху, personally admitted, что грехаски должны жить с женой. Это написано, что грехаски должны быть жены. И это написано, что они не могут... Это было как-то включено в предыдущую статью. Правда? Это не так. Это не такая хорошая переводка. Мы должны переводить. Хорошо. Хорошо. Сам Швей Читани Махапрабху признал, что грехаски должна быть жена. Кшатриям даже разрешалось иметь много жен, чтобы с большим воодушевлением... Но если говорить слегка и понятно, что грехаски даже иметь много женщин, чтобы их успокоить в обеспечении деятельности на владельцы. Кшатриям даже разрешалось... Вы знаете, как Пробедит. Вы сами понимаете, как это есть... Бумбар! Вот мне очень интересный. Очень важно. Что об этом, как путь, да? И все эти важные, Как по-прочем? даже разрешалось иметь много жён, чтобы с большим воодушевлением выполнять обязанности правителя. Так же очень важно утверждение, что кшатриям позволялось иметь много жён. Да, много лет я задалась вопросом, почему кшатриям позволялось иметь так много жён, они были настолько бахтливы или что? Нет, у них было много жён, так как они были настолько героическими лидерами, что энергии одной женщины просто им не хватало. Да, поэтому они имели много жён, и они взяли всю эту женскую энергию, и они были настолько героические лидеры, что они могли бы руководить весь мир. Интересно, правда? Да, да. Мне было много лет, чтобы понять эти вещи. Мне, чтобы понять эти вещи, понадобилось много лет. Да, продолжаем. Легко и с эфизой. Если человек занимается политикой и прочей мирской деятельностью, его нужна жена, которая вдохновляла бы и поддерживала его. И Махараджа Приябрата получал эту поддержку от Бахишмати, достойной жены, которая замечательно умела вдохновлять своего великого мужа. Здесь, я не знаю, если русский язык правильно, и здесь, я вижу, что «социация о хорошем жене в жизни в жизни в жизни и политической афизации». Есть есть карма в них? Музыка 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 Карма Карма means фрутифа Actually, it doesn't need to be mundane, it's фрутиф That's what карма means It basically means anybody who is earning any money, even if he gives a charity, even if he is a devotee It doesn't mean it doesn't necessarily mean mundane It's fruitive That you get some fruits for your result Yes, please It's not Karmic It's also the wrong word That means the laws of karma, right? That's not what we talk about Карма имеет разные значения. Это означает кармически, но также означает фрутивно. Итак, любой человек, который приглашен в фрутивное работе, он требует эту женскую энергию. Это то, что Павел Павел говорит здесь. Ассоциация о хорошей жене нужна в жизни карма, это означает фрутивных активистов и политических дел. Это означает вишенную и вишенную и вишенную и вишенную энергию. То есть, если человек занимается политикой и деятельностью ради плодов, ему нужна поддержка жены, которая вдохновляла бы и поддерживала его. Да, то есть, если человек занимается политикой и деятельностью то есть, все, кто зарабатывал деньги, нуждаются в жене, чтобы она вдохновляла их на это. Да. Итак, продолжаем. И Махараджа Приабрата получил, получал эту поддержку от Бархишмати достойной жены, которая замечательно умела вдохновлять своего великого мужа. Своей улыбкой, нарядами, женственностью царица Бархишмати всегда радовала Махараджа Приабрату и благодаря этому он прекрасно справлялся с обязанностями правителя вселенной. В этом стихе дважды употребляется слово слово Иво, чтобы подчеркнуть, что Махараджа Приабрата ввел себя так, словно находился под каблуком у жены и забыл об истинной цели человеческой жизни. Но хотя казалось, что он, подобно обыкновенному человеку, карме, пляшет под дудку жены, на самом деле Махараджа Приабрата никогда не забывал, что он вечная душа. Да, да. Прабхупад в всем деталях пытается помочь нам понять. Да. Да. Он дает много как Курина Бхасмати через его феминальное поведение он подчеркивает как царица Бхасмати через свое безженственное поведение наляла Махараджа Приабрату. Как она всегда искусно удовлетворяла его, наслаждала его. Да. Как она одевалась прекрасной одеждой, улыбалась, проявляла красоту своего женского тела. Да. И кто-то может спросить и это все что нужно делать? И кто-то может спросить и это все что нужно делать? И кто-то being beautiful and dressing nicely and smiling and in the verse it even says as she walked, got up, smiled, laughed and glanced about you know? То есть это все что нужно делать просто быть женственной красиво одеваться улыбаться и то есть как здесь говорится в стихе то есть тем как она вставала и прочее. и конечно это какая-то часть всего вдохновения да потому что эти женские качества очень привлекают мужчины из-за того что они сильно разнятся от их природы и это делает женщину очень очаровательной для мужчины и вдохновляет его быть активным и ответственным поэтому говорится что мужчина всегда хочет чтобы его жена была очень красивой и привлекательной поэтому также говорится что одна из обязанностей жены это быть всегда красиво одетой и даже я вспомнил когда Прабхат увидел женщины в царе он иногда рассказывал о как феминин как прекрасно какая женственность не 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 впечатляет и вдохновляет как правило когда женщина в царе они в какой-то футболке или джинсах то есть она гораздо более возвышает и вдохновляет и как мы говорили вчера мы женщины должны приносить цвет красоту и красоту в жизнь и это вдохновляет мужчину быть активным быть ее героем но это не единственный аспект на самом деле главная вещь что мы должны делать это поместить себя в подчиненное положение это главное иначе мы можем не дать свою энергию иначе мы можем просто не дать свою энергию и не дать им иначе женщины они глупые или не нужны и не может быть энергию если она берет эту позицию они глупые или просто они такие значимые и поэтому они должны быть в подчиненном положении нет именно женщина может дать свою энергию только когда она находится под защитой то есть она в подчиненном положении и давайте поглубже разберем природу мужского сердца что самым приносящим страданием для мужчины является быть проигравшим неудачником в глазах женщины особенно его жены когда она говорит о ну я же говорил что она говорит о ну я же говорил ты не справишься я же тебе так говорил почему ты не послушал меня и не сделал как я тебе говорил я знал я была права видеть подтверждение подобные слова это как тысяча кинжалов в сердце мужчины не вы не 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 есть мы женщины даже не подозреваем об этом Так часто мы набрасываемся на своих мужей, почему-то опоздал, почему-то не позвонил мне. И опять забыл принести молоко, и утром, прежде чем вы где-то не вынес мусор, и свисок можно продолжать бесконечно. И такие слова, как тысячи ножей в сердце мужчины, он чувствует себя полностью впрешенным энергией в силу, и чувствует полное отсутствие какого-нибудь желания действовать дальше. Да, потому что он хочет быть героем для своей жены. И ведь он воспринимает свою жену как принцессу, которую он хочет носить на руках и делать, чтобы она была счастлива. И если жена или просто женщина высказывает свое недовольство или неудовлетворение, то это очень больно для мужчины. Да, это полностью стягивает его. Да, мы даже не понимаем этого. Есть, нет, вероятно, я знаю bout много примеров, которые даже Брахман-инитиировали insanlar, становится алкоголиком. Я даже знаю такие примеры, когда в таком случае даже те, кто получили инициацию Брама, становились алкоголиками. Yes. And one main reason is because the wife always wants to be 10 steps ahead of him. основной причиной заключается в том, что Женька, его жена, хочет быть на 10 шагов впереди его. Она мисс Чистая Требная, встает в два утра, чтобы читать все круги, пока он начинает спеть. And then when he gets up, she might not even say anything, but just look at him, okay, look at me, I've chanted already all my rounds, and what are you doing? You're sleeping. And that can discourage a man to such extent that he becomes so frustrated, so disempowered, that all he can do is get drunk. Especially if he may have had a drinking habit, you know, many years ago already. Особенно, если у него какой-то, то есть в прошлом были проблемы с алкоголем. Yes. Then very easily he just takes shelter there. Тогда очень просто он может там вновь принять прибежище. Yes. A husband cannot follow in the footsteps of his wife. Wrong Rasa. I'll share a little incident from my own married life. As you may know, I was married for 10 years. And of course I probably made many mistakes, because nobody explained these things to me. And whenever I was saying to my husband in all friendship, why don't you do it like this and this and this? There was no tension, nothing. Just in all friendship. You know what he answered? Half jokingly. He said, you know what? I just wanted to do that, but now you told me, now I can't do it anymore. You told me, can't do it. Even though he understood it was the most intelligent thing to do. But because I suggested it, he couldn't do it. You know that feeling? Yes. I'm asking the man. I'm asking the man. You can identify with this? I'm asking the man. You can identify with this? Yes. Yes. They're too shy to admit it. Don't feel embarrassed. You know, you're driving the tractor. Yes. It is building to the male nature that he wants to have the sire and take the lead. It's building. It's building. It's also building just to make sure we women learn to give up our false ego. Yes. Because it's interesting to understand that for men and for women there's a different process how to give up the false ego. Of course the main process is changing Hare Krishna and that's for both of us. But for us women the main process apart from changing Hare Krishna is by putting ourselves in a subordinate position to men. Yes. On the main we practice. We practice. How to give up the false ego. Let him be right. Even if he's wrong. Doesn't matter. Let him be right anyway. In marriage but also in all dealings with men. In marriage. In marriage but also in all dealing with other people. Actually, if we want to have harmonious relationship with men. We better learn that tactic. If we want to have harmonious relationship with men, we better learn that tactic. Yes. Just to put ourselves below. Просто поставить себя ниже. Мы предаемся Кришне. И предание означает, что вы отдаете свое сердце. Но мы подчиняемся мужчинам. Подчинение означает, что мы избавляемся от ложного эго. Подчинение, предание – это разные вещи. Однажды в одном офисе я видел такой забавный список с офисными правилами. Правило номер один – босс всегда прав. Правило номер два – даже если босс не прав, смотри правило один. Таким образом, мы могли бы написать в нашем доме, above our bed. Правило номер один – муж всегда прав. Правило номер два – даже если босс не прав, смотри правило номер один. Потому что все эти дискупы по поводу того, кто прав, кто нет этого сложного эго. В конечном итоге, когда мы видим перед собой смерть, встречаем ее, да какая там разница, кто был прав, абсолютно неважно. Да. Это просто удовлетворение ложного эго, что мы хотим быть правы и так далее. Это не означает, что мы не можем ничего-то сказать. Нужно просто научиться тактике, как сказать это в таком смиренном состоянии без эго. И это очень тонкий вопрос. Когда я посещал Бангалор в Индии, я останавливался в одной семье Грихаста. И однажды муж сказал мне, пока его жена была на кухне, Он сказал мне, вы знаете, моя жена служит мне в таком преданном настроении. И, конечно, каждый раз, когда мне необходимо принять важное решение, я, безусловно, советую с ней. Она служит мне, она моя лучшая половина, и поэтому, конечно, я хочу, чтобы она была счастлива от моего решения. И тогда, когда она была рядом, а мужа не было. И она сказала мне, вы знаете, когда мой мужик спросил меня за мою мнение, я сказал ему, ну, вы знаете, если вы спросите меня, я бы хотел бы это увидеть, как это и так. И она мне сказала, что, ну, когда мой муж должен принять важное решение, он, конечно, спрашивает мне, как я бы поступила. И я говорю, что я вот так бы и так бы поступила. Но, в конце концов, ты мой муж, поэтому ты поступай, как пожелаешь. Что ты решишь, я с этим соглашусь. И она не просто говорит это, она это и чувствует. В своем сердце она говорит это как бы от сердца. И она действительно радостно принимает любое его решение. То есть она вновь передает принятие решения ему. И в общих чертах это то, чему должны мы, женщины, научиться. Мы должны сделать так, чтобы мужчина начал думать, что наша идея, это на самом деле его идея. То есть в общих чертах это означает, что мы не хотим, чтобы нам было признание, что это была наша идея, но мы так решили. Мы позволяем ему быть героем, пусть это будет его идея, даже если это была моя идея. Я помню, как одна мама же из Германии, она применила этот принцип в работе в офисе с другими мужчинами. И она сразу заметила, как вся атмосфера в офисе начала улучшаться. И все мужчины стали вести себя гораздо вежливее с ней. И два месяца после этого курса она поделилась, как она его применила. Эти принципы работают между любой мужчиной и любой женщиной. Даже если они не знают, чего система Кришны, это не важно. Это встроено в мужскую природу. Да. Да. То есть, это в том случае, если он не как бы… эмоционально скручен. Да. Когда он полностью бесчувственный и не какой-то эксплуататор. Конечно, тогда он может абьюзировать женщину или что-то. что-то. Но если он очень хороший парень… То есть, в таком случае, даже если женщина занимает подчиненное положение, он может воспользоваться этим. Но если он хороший парень… Да. То есть, тогда в таком случае, он немедленно вдохновит его вести себя по отношению к ней лучше. Да. То есть, как мы говорили, избавление от ложного эго у женщин происходит через помещение себя в подчиненное положение по отношению к мужчинам. А каков процесс распорения ложного эго для мужчин? Давайте спросим мужчин, есть ли у них какие-то идеи, предположения об этом на этот счет. Очень важно знать. Ну, для управления трактором это нужно. Так что, каков процесс для мужчин? Каков процесс для мужчин? Существить что-то. Выполнять обязанности. Обстерития, деятельность. Мы можем это сделать с большим эгоом, нет проблем. Какой-то другой предложение? Не привязываться к кладам своего тяга. Не привязываться к кладам своего тяга. To be detached to the fruits of our work? Yes, but still, we can still do that also with ego. Но это так же можно делать себя. Не быть наслаждающимся. Не быть наслаждающимся. Не быть наслаждающимся. Вспомнение – нау. Краснодаря – для женщин, здесь нет. Отдавайте деньги жене. Отдавайте деньги жене. Да, конечно, замужняя жизнь делает мужчину смирением. Но основной процесс – это мужчина должен сотрудничать с другими мужчинами. Вполне естественно, что если любой мужчина хочет быть главным, то в отношениях будут напряжения. Да? Да. И мы часто это видимо в жизни в жизни, все эго-баллы между мужчинами. Или как различных политиков. Да. То есть в сотрудничестве между мужчинами, которые владеют равным уровнем власти, одинаковым и только там в основном избавляется мужчина от ложного эго. Если мы хотим сотрудничать, то это означает, что мы будем смиренным слугой. Да. Тогда мужчина научится как быть лидером, но при этом оставаться смиренным слугой и сотрудничать с другими мужчинами. И особенно среди тех мужчин, у которых есть равный одинаковый уровень влияния. То есть если мы хотим видеть их более успешными, чем мы сами. Это то, что очень болезненно для ложного эго. Я хочу прочитать этот последний очень тяжелый комментарий. Это очень тяжелый комментарий. Это очень тяжелый комментарий. Я хочу, чтобы вы его дома перепрели и обдумали, и завтра мы его обсудим. Да. Это из Бхагватам 9.3.10. Это история с Чаванамуни и Сукханья. Чаванамуни – это был старый, очень гневливый и раздражительный муни. И Сукханья была очень юной и прекрасной принцессой. Она настолько виновна, что годится Чаванамуни во внучке. Да. Давайте посмотрим, как прабхата это объясняет. Давайте посмотрим, как прабхата это объясняет. Да. Итак, Юри. Чаванамуни был очень гневлив, однако Сукханья, как верная жена, всегда вела себя с ним очень покладисто. Понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. Комментарий. Такими должны быть отношения между мужем и женой. Великие люди, подобные Чаванамуни, всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. Видите, это звучит почти как это очень нормальное для великой личности вести себя таким образом. Прабхата говорит здесь, что великие личности, они всегда стремятся занимать главенствующее положение и не склонны никому подчиняться. Такой человек не склонен никому подчиняться. Вот почему Чаванамуни был так гневлив, но его жена Сукханья понимала характер мужа и вела себя соответствующим образом. А вот здесь вот подготовьтесь очень внимательно, слушайте. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. Это победа для женщины. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа и стараться доставить ему удовольствие. Это победа для женщины. И это победа для женщины. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Здесь можно сказать, что если моим супругом был Кришна, я бы точно так же себя вела. Но здесь также говорится о женах Господа Кришны и так далее. Но здесь Кришна учит нас примером. Иными словами, если муж не подобен Кришне, то тем не менее нужно вести себя подобным образом. Здесь говорится, что какой бы великая женщина ни была, она должна вести себя с мужем именно так. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Только тогда она будет счастлива. Если женат так же вздорно и требовательно, как муж, их семейная жизнь будет доставлять им одни беспокойства и, в конце концов, разрушиться. В наше время пришло пропадать абсолютно точно, зная, что происходит, когда жена не подчиняется мужьям. Большинство семьи распадается из-за сущих пустяков. Либо муж, либо жена подают заявление на развод. То есть я хочу сказать, что это очень тяжело. В шелопраппаде говорит, что в наше время жены никогда не подчиняются мужьям. То есть нам, женщинам, это трудно переварить, не так ли? Да, я имею в виду, много лет я просто читала этот перфор, и я подумала, что правопадный размер, это должно быть как-то вероятно, но я просто пахнула. На протяжении многих лет я читала этот комментарий и думала, что так или иначе, что правопада говорит это, значит, это правда, но я откладывала это. Я не могла это полностью принять в своем сердце. Я не могла понять, почему правопада говорит такие вещи. Да, но только в последние пару лет я поняла, почему правопада вкладывает такие тяжелые изречения в Шримад Бхагаватам. Да, потому что Шримад Бхагаватам является сводом законов и правил для человечества на ближайшие 10 тысяч лет. Именно поэтому он вкладывает все эти вещи туда, надеясь, что однажды мы поймем, и мы сможем жить в соответствии с этим правилами, показывая миру, каким образом мужчина и женщина должны дополнять друг друга. Да, поэтому он говорит такие тяжелые вещи. Он мог бы сказать, что в наше время для женщины быть смиренной не так-то непросто. Да, но он говорит, что в наше время для женщины никогда не бывают смиренной. Но в ведическом обществе нет такого понятия, как развод, поэтому женщин в нем учат повиноваться воле мужа. То есть поэтому женщин необходимо учить повиноваться воле мужа. И теперь он знает, что он знает, что он знает истинное положение вещей. Он говорит, что на Западе такое отношение к женщине называет женщин. Она называет ее рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой женщина может заваливать сердце мужа каким бы раздражительным или грубым тот ни был. То есть это тактика. То есть это тактика. То есть это тактика. На Западе такое отношение к женщине называют ее рабством, но на самом деле это не так. Это особая тактика, с помощью которой женщина может заваливать сердце мужа каким бы раздражительным или грубым тот ни был. То есть здесь также слово грубым, оно неправильно перевернуло. Грубым, но здесь используется слово жестоким. Жестокий человек получает наслаждение, когда приносит другим существам боль. И именно с таким могуществом обладаем мы женщины, что сердце даже такого человека мы можем завоевать, позная тактику. То есть это просто тактика. Это не рабская ментальность. Это тактика искусства, с помощью которого женщины могут завоевать сердце мужчины. Ставить себя на более низкое положение и служать с преданностью. И это сможет полностью завоевать сердце мужчины. Именно поэтому брамачари не должны лично принимать служение никакой женщины. Если только она не старая бабушка. Но если она не юная и не замужняя, он ни в коем не должен вовлекать ее в служение себе. Потому что его сердце будет завоевано. И он почувствует очень глубокую привязанность к ней. И на этом его жизнь, как в начале, закончится. И ему придется жениться на ней и давать ей защиту. В примере с Чиаваной Муни мы видим, что хотя он был стар и годился Судхане в дедушке, и вдобавок ко всему был очень гневливым, Судхане, юная и прекрасная дочь царя, подчинялась своему предстоялому мужу и старалась ему во всем угодить. Так она исполняла долг верной и целомудренной жены. Очень тяжелый комментарий. Да, но когда мы понимаем силу женской энергии, то это также сделает глубокий вид. Да, мы женщины настолько мощные, что можем завоевать сердце мужчины, даже очень жестокое сердце. Да. И, конечно, в взаимоотношениях мужа и жены, где жена ставит себя в более низкое положение и служит мужу. И таким образом завоевывает сердце своего мужа. Это делает супружеские взаимоотношения более сладкими и романтичными. Да, но сегодня мы женщины, мы обычно просто demand, «Ах, вы никогда не купите мне подарок» и «Ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве». Да, сегодня мы женщины просто показываем мужчине на недостатки, «Ты никогда мне не покупаешь что» и «Се». И это делает взаимоотношения очень сухими и напряженными. Да, и какой мужчина просто хочет выполнить какие-то требования женщины. И какой мужчина будет готов исполнить все требования жены. Но если мы заплатим эту цену в служении и удовлетворении, в полном удовлетворении, и таким образом завоевываем его сердце, то он естественным образом почувствует желание сделать что-то хорошее. Да, и это делает отношения очень сладкими. И тогда мы почти можем говорить о любви. Потому что любовь означает служение. И наше служение обладает этим могуществом, чтобы завоевывать. Чтобы в нем просыпалось желание служить в ответ. Да, и тогда мы получаем обмен у которого в какой-то степени бескорыстным служением. И тогда мы получаем обмен у которого в какой-то степени бескорыстным служением. Но если мы будем все, что мы будем делать, это требовать и ожидать, доставлять друг другу беспокойство. То есть это будет просто ужасно. Да. И эти принципы работают не только в супружеской жизни, но и во всех взаимоотношениях между полами. Итак, у нас есть какие-то быстрые вопросы об этом сегодня? Да. Вот такой вопрос насчет негативных эмоций для женщин. Как мужчинам правильно на них реагировать, чтобы не плачать их? То есть негативные эмоции это когда она, на самом деле, на самом деле, не плачать их? Ну, первый шаг – это отправить ее на курс. Да. Потому что, видите, мы также должны объяснить мужчинам, что сегодня это знание полностью утрачено. Да. Как Пагабад говорит в комментариях, что сегодня, в наше время, женщины никогда не бывают смиренными. Да. Поэтому мужчинам важно проявляться страдания и терпения. Да. И главной причиной, корнем, является непонимание равенства. Из-за этого женщина не хочет помещать себя в подчиненное положение, ведь она равна ему, то есть они равны. Она хочет быть равна ему или даже бросать ему вызов. Да. Вот к чему приводит это равенство, что женщины соревнуются с мужчинами на всех уровнях. В замужней жизни, на работе, во всех сферах. Потому что они не получают необходимую энергию для того, чтобы быть лидерами. Да. Мы поговорим сегодня, когда мы решили. Как результат, мужчины становятся более женственными, а женщины – более мужественными. Да. Но мы, женщины, должны услышать это знание. Вы не верите, но есть женщины, которые на этих семинарах, как раз на этом моменте, они просто начинают рыдать и говорят, что где было это знание. То есть, почему они слышали это 20 лет назад? Да, тогда я бы не пытал моего мужа и окружающих мужчин. Да, почему я слышу это только сейчас? Но, конечно же, лучше поздно, чем тогда. И в предыдущей жизни мы совершили столько ошибок. Ну, конечно же, есть место скорби, но мы не должны полностью погрузиться в депрессию. Да, потому что мы совершали столько ошибок. И это лишь одна маленькая. Да, поэтому мы все еще здесь, в материальном мире. Да. Но, как или иначе, мы должны воспитывать наших женщин. Я вам честно скажу, для нас, женщин, очень сложно поменять это поведение в этом направлении. Да, просто прослушать семинар – это только первый шаг. Чтобы поменяться, необходима глубокая внутренняя работа. И это очень непросто. Потому что на протяжении стольких лет мы программировали себя действовать определенным образом. И главным, то есть нас провоцирует ложная эргия действовать именно таким образом. Да, постоянно показывать, что мы знаем лучше. Это всего лишь эго требует, чтобы его удовлетворили. Да. И я говорю, да, пару раз этот семинар, я поняла, что нам нужен дополнительный семинар, посвященный ложному эго. И я как раз подготовил семинар, посвященный ложному эго. Да, ложное эго – наш постоянный спутник и источник беспокойства. В прошлом году мы как раз провели его на Бхакти-Сангаме, поэтому он есть в интернете. Я знаю случаи, когда жены ругают, и как-то приносят беспокойство своим мужьям, они просто прячутся, они уходят. Они уходят в свою комнату и закрывают дверь. Да, просто отдаляются от этого. Да. Возможно, это поможет ей понять, особенно если она знакома с этим знанием. Или мужчина может напомнить, что эти слова очень больны для его сердца. Так или иначе, требуется очень много времени, чтобы перепрограммировать себя внутри. Да. Да. Я дала этот курс в стране Западной Европы, не буду называть ее. И после курса ко мне подошла одна старшая Матаджи, ученица Шива Павпада. И она поделилась со мной личным опытом. Она поделилась очень сокровенно, лично. То есть, две недели назад ко мне подошел один прабу, менеджер в храме, и сказал мне. И он не является вообще Павпадой. Он сказал, Матаджи, я хочу с вами поделиться тем, что я ношу с собой в течение уже десяти лет. Но мне так и не хватило смелости с этим с вами поделиться. Но сегодня и сейчас я вам скажу это. И он сказал, Вы не подозреваете, как часто ваши слова были подобны десяткам тысяч лезвий, которые резали мое сердце на кусочки. Это он ей сказал. И когда она поделилась это со мной, она вообще началась плачать. И сказав это мне, это преданно начала плачать. И она говорила, что сейчас, после этого семинара, я поняла, о чем он говорил тогда. И она сказала, Вы можете себе представить, на протяжении десяти лет я это делала с ним, и он не говорил мне об этом. И она чувствовала очень большое сожаление. И, конечно же, я видел это как за руку Кришну, то есть, что как раз-то происходило за две недели до того, как я отдавал курс. Да, он мог сказать это за пять лет до начала курса, и она, скорее всего, забыла бы об этом. Но, как это было два недели до курса, она вспомнила и поняла. Да, это очень тонкие вещи. Даже если женщина просто говорит, что как бы я хотела... Даже если женщина просто думает, что как бы я хотела, чтобы он наконец-то собрался и сделал уже что-то... Да, даже если она ничего не говорит. Но только когда женщина имеет эту отношение, муж это может чувствовать. И он не будет чувствовать никакого вдохновения. Иногда женщина приходит и говорит, что я так беспокоюсь за садхану мужа. И я говорю, что не волнуйся о его садхану. Только испытывая беспокойство за его садхану, ты ставишь себя в ловенствующее положение. И обращаешься с ним, как с маленьким ребенком. О, я так беспокоюсь за него, и волнуюсь. Так что, знаете, это не как вы воспринимаете герою. Вы не должны беспокоиться за героем. Он – это героя. Правда? Если женщина волнуется за садхану мужа, он это чувствует, и есть шанс, что он может даже оставить распевание. На самом деле, недавно я давал этот курс в одной ябре. И одна мададжи подошла ко мне и сказала, что она на глаз. Поделившись со мной тем разочарованием, которое она испытывает от того, что ее муж не столь тухой, как хотелось бы ей. И результатом этому стало то, что он полностью оставил распевание. И знаете, что он сейчас искренне и с душой делает? Он растит кузнечиков. Огромные кузнечики. Тропичные кузнечики. Он полностью с головой ушел в заботу кузнечиков. И он стал очень известной персоной в интернете, и ему постоянно задают вопрос, а вот этих кузнечиков вы как хором те армейдином? И вот он, да, вот он стал большим героем. Там он может быть номером один. Его жена ничего не известно о кузнечиках. И вот что может случиться, если мы с женой не будем позволять своим мужьям быть номером один в духовной жизни, он станет номером один где-то еще. Он управляет трактором. Он хочет быть впереди. Я знаю несколько подобных примеров. Или когда муж перестает воспевать, полностью бросает храм и с головой уходит в свою карьеру. Да, потому что там жена, в этой серии жена ничего не знает. Там может быть и главный номер один. Да. Поэтому чем больше мы жены наставляем своих мужей, что ну вот нужно сейчас пойти в храм или воспевать, то эффект будет обратный. Да, когда на прошлую картику я давала семинар, ко мне подошла одна преданная в индийском теле. Она сказала, что я недавно вышла замуж шесть месяцев назад. И каждый вечер я спрашиваю своему мужу, ты закончил свои шестнадцатый год? И я спрашиваю, ну как он реагирует, ему нравится? Она говорит, нет, он начинает сердиться по этому поводу. И я ответила, что ну конечно, ничего удивительного, это естественно. И каждый вечер я также спрашиваю, читал ли он книги Школы Пропады? И опять же, я спросила, ну как он? Даже после курса она не поняла, что она делает что-то не так. Она не поняла, что это не подобающее отношение жены к мужу. Она не поняла, что она не относится к нему, как к своему герою. На героя не нужно постоянно проверить. О, он не закончил свои круги, а это он закончил, то есть это не герой. Уже поздно, давайте мы сейчас оставим и подумаем, забい、 переварим это. И завтра мы начнем с вопросов. Поэтому подумайте, что вам нужно, какие уточнения вам нужны, чтобы лучше это все усвоить и понять. Завтра пятница. Можем ли мы встретиться пораньше часов в пятницу? Кто не сможет прийти в пятницу? Кто не сможет прийти в пятницу? Завтра. Продолжение следует. Вы все можете прийти в пятницу? Не знаю. Ну, может быть, я буду здесь в пятницу. Но попробуйте быть в пятницу в пятницу. Потому что каждый день мы начнем с двадцать минут на двадцать минут позже. Я здесь в шесть. И если все здесь присутствовали, то мы провели пять минут Киртана, а не двадцать минут, как обычно. И также вчера мы поступили просьбы на какие-то провести личные встречи. И что мы сделали в Одессе? Мы провели общее собрание, посвященное вопросам и ответам с женщинами. Да. Потому что очень часто все вопросы у вопросов одинаковая природа. И это будет просто сделано более эффективным, если мы имеем одно общий собрание, на котором все будут задавать вопросы. Оно может быть более эффективным. И если у вас есть какие-то вопросы, которые вы просто не хотите задавать в публике, то тогда мы можем встретиться лично. Да. Но многие проблемы очень похожи. Это всегда одинаковые вещи. У нас всегда нужно ставить себя в одинаковую природу, как ставить себя в причиненное положение. Как вы относитесь к этой идее? Как вы относитесь к этой идее? Да. Конечно, хорошо было бы провести этот дашан на выходных. Но, если мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Это будет трудно наметь точную дату. Когда начинается лекция на воскресенье? Какой программы? Какая программы? Какой программы? Какая программа? От 3 до 5. 5. И тогда паша Ei. И потом паша Ei. Да. Урб women. Адра. Да. Например, это мое. Завнение, был первый раз. Мы хотели сделать репет明. Я думаю, что мы просто будем ждать и посмотрим, где программа будет. Я имею в виду, что может быть после пресады, но это очень поздно.